Помогли людям вытащить. Человек то ли 30, то ли 60, вытащили. Честница, я встречаю, ко мне помогли. А была она у нас учительницей в школе по физике. Вот я спрашиваю, здравствуйте, Александра Исааковна. Ну как у вас, так сказать, вот тогда... Лёва, ты понимаешь, вот тогда вот вытащили бы эти деньги, да? А ты знаешь, а я-то ведь старая дура их в другой банк отнесла. И он тоже лопнул. И я понял, что не всем людям надо помогать. Можно мне ответить сразу на первое замечание? В том, что вся проблема, что простые люди свои вещи несли и деньги, и вещи, и всё. Я говорю про активистов, которые просили прийти и помочь упаковать. Люди понимают больше, чем мы сами. Мы говорим, вот мы такие классные, мы всё понимаем, мы гражданское общество. Никто не приходил. Приходили вот именно обычные люди. Они приносили, а мы такие классные, мы сидели на попах ровно. Вот это печально. Мы себя как-то ставим выше других. Вот вы безмолвное стадо, а мы там, мы-то как и всё понимаем. Вот приходили именно обычные люди. Помогать таким же обычным людям. А паковать, как бы, это было некому таким классным нам. Мы только на пике заходим и кричим. Мы с народом. Да! А почему же мы народом? Полина, я здесь вместе со мной с тобой. Полина. А хоть ты стоишь и улыбаешься, потому что уже это слышал. Товарищи, я извиняюсь, у меня не можно конструктивное предложение. Уже два почти часа. Говорите? Полтора. Не, минут сорок же. И вы говорите про, значит, там, как надо, что надо заниматься делами, да? Почему? Говорим, как? Ну вот, давайте, может, конкретнее к проекту конкретнее. Приехали, доброе утро. Мы сказали, что мы делаем волонтёрскую организацию, что в ней... Ну, там прицеп. Так. Мы это сказали. У каждого есть целевая аудитория, там, на которую каждый, кто-то хочет на работать, с кого вы лучше понимаете. Мы сейчас говорим от лица волонтёрского движения. И особенно нас волнует сейчас ЧС, в котором мы активно занимаемся. Фактически мы создаём альтернативу МЧС, то есть с точки зрения гражданского общества. Это на очень многое влияет по ряду причин. По ряду серьёзных действительно причин. Потому что это состоит из информационного потока, потока, который во время ЧС занимается людьми, распределением гуманитарной помощью, и пост. Это когда кто-то куда-то может вырасти. Это очень важно. Дополнительно к этому, конечно, мы хотим... И вот там я уже рассказывала, что у нас есть фонд открытых проектов, и мы вкладываем в проекты, которые меняют большое количество людей вокруг себя. Прямо мы развиваем школу муниципальных депутатов. У нас в 8 городах, в больших, крупных городах есть эти школы. Мы поставили чёткие задачи, какое количество муниципальных депутатов должно где-то мысляться. У нас есть книжный клуб политический, в котором мы обсуждаем вот эту теорию, как её можно привести в практику. Там от Гидебора до Шарпа и все эти вот серьёзные теоретические исследования, куда и как они, и могут ли они быть использованы. У нас есть просто дискуссионный потенциал, где мы учим людей проводить дебаты. И основная эта тема, то, что правильно Полин сказала. Самая главная задача, рецепт, это не сидеть на попе ровно. Я очень долго, кстати, сама не могла найти, какая тема там, какой я бы занималась всю жизнь. Сейчас я нашла в России эта тема реально ЧАЭС. Я понимаю, что у нас страна вообще один сплошной ЧАЭС. Когда я видела эту зону, знаете, у нас есть такая кризисная карта Российской Федерации. Она разделена на красную, жёлтую, оранжевую и белую. Значит, белая это где ещё не промониторили, не исследовали. Оранжевая это то, что не является техногенным, а красная это смешанные техногенные и не техногенные. Если посмотреть на карту России, то там есть небольшая песючка белая и небольшой кусочек оранжевого. Я понимаю, что мне это нравится. То есть здесь очень много и проектов вокруг этого есть, и активистов, и я хочу этим заниматься. Если кто-то хочет заниматься другим, то это исследование целевой аудитории, работа конкретно на каждого человека и понимание, куда мы приходим. Это не меняет больших. Давайте ходить на большие митинги и там что-то делать. Но только, честно говоря, мне кажется, что надо поменять эту парадигму. На митинги не должны выступать лица заезженные уже. Во всех странах мира все революции вырастили новые лица. В нашей стране нет новых лиц. Все, кто боролся 15 лет с режимом, они сейчас на митингах вещают в трибуны. Это неправильно. Вот ты почему не приезжаешь в митинге и не выступаешь? Такие люди должны выступать. И Полина должна приехать выставить. На первом этапе любой революции выступали именно заезженные люди. Уже первый этап. Сколько может быть первый этап? Всем это надоело. Да? А зимой просто для простого человека некому будет. Нет, нет, все правильно. Я не говорю, что сначала надо, я говорю, революции выращивать. Понятно, что нельзя вот так раз и разить это все. Все-таки 9 месяцев должно пройти. Поэтому, конечно, сейчас уже этап, когда надо вырастить эти новые лица. Вот формируется проект Добровольцы. В нем каждый может найти для себя то, чем он может заниматься там. Защита этих общежитий, противоплотных застройки. Это все входит в этот проект. Это социальное значение. Понимаете, социальное это прямо агентационное. Когда люди приходят и говорят, вот, ребята, вы можете не только с митингов орать, а реально что-то сделать. И тогда люди за вами пойдут. Вот у меня живой пример в Дзержинске, через речку отсюда. Люди реально идут. Потому что понимают, что дела важнее слов. Поэтому проект Добровольцы. Вот он, как бы, сам по себе этот проект, получается, отдельно от всего остального, подчеркнуто, не политически, не идеологически. Значит, история такая. Проект подчеркнуто, не политически, не идеологически, с точки зрения, что в нем могут принимать ультраправые, ультралевые, любые ультра. Все, кто просто хочет в нем принимать участие. Ибо этот проект возник на базе Крымской. И еще раз повторяю, я по уши в говне работала с теми нашистами, которые тоже стояли по уши в говне. И мне было без разницы, за кого этот человек агитетом, помогает данную конкретную секунду. Это, между прочим, очень сильно повлияло на большое количество людей, которые после Крымска пришли к нам и занимаются тем, что действительно помогает изменить страну. То есть и режим, в частности, это помогает менять. И также это было, там у нас работает ряд, точнее, мы трудоустроили ряд амуновцев, которые там не захотели после всего того, что мы делали, на митингах нас запихивать и усказать. Я вижу идеологически сложности по этому вопросу, так как люди разные, поэтому предлагается в таком случае разделиться, да? Разделиться. Проект общий один, каждый занимается направлением, каждый агитирует со своей идеологией в своем регионе. Я, например, своих родителей агитирую за коммунистов, хотя сам не являюсь членом ни КПРФ, ни РКРП, ни другой зоопартии. Я им просто объясняю, что при коммунизме хорошо, это моя группа, на которую я влияю. У меня вот рядом люди из народного собора, они, наоборот, влияют на свою группу родителей по-другому. Да, вместе мы делаем одно общие дело, у нас получается вместе не политический проект, но каждый влияет на свою группу и идет в идеологическую работу. В такой случае мы между собой не конфликтуем, и у нас получается вообще дело вполне нормально. А структуру вы продумали? Ой, мы продумали эту структуру, значит, это были бои без правил, потому что на каждое конкретное... Что вообще, структура это бюрократия, против чего мы боремся? Против бюрократии. Когда ты говоришь, нам нужна система, а я изрисовала 4 флипчарта вот такого бумага, перелистили, ну хорошо, давайте сделаем горизонтальную структуру. Мне задается вопрос, ну Алена, ну не бывает горизонтальных структур. Правда, это миф. Горизонтальной структур не бывает. Кто-то должен принимать решение и вести ответственность. Если решение принимают 150 человек, тогда ответственность размазанная, будет хаос, который сейчас творится. Я перелистываю, говорю, ну хорошо, тогда лучшие, кто принимает решение горизонтально, попадают в них. Кто принимает решение, что они лучшие? Я говорю, твою мать, перелистываю, говорю, хорошо. Тогда вот такие, ну мы вроде определились, как это должно выглядеть, мы это оформим нормально, красиво. Мы оформим, потому что мы должны обсуждать, как это выглядит, и я выложу во всём счетом, чтобы все присоединились к обсуждению. Так, это не так, это, но то, к чему мы пришли, оно очень системно, оно работает, оно именно чётко помогает каждому конкретному человеку вырасти. Что, опять же, вот этот политрайз спросил куда? Мы-то рассчитываем, чтобы мы выращиваем лидеров Новой России, то есть как бы мы всю Россию поменяем, всех наших футболев, сделаем вот это всё вот антикоррупцию и так далее. Кстати, я вам хотела рассказать, что в Грузии человек, который делал теоретически, что он практически основан этот проект по изменению коррупции в МВД, Экэс Гуладзе, она, во-первых, моя ровесница, во-вторых, у неё чётко мой бэкграунд, то есть это человек, который вообще не имел отношения к войскам, который сейчас замминистра МВД. И подход там был как раз такой, когда на вопрос, когда ей задавали вопрос, кого выращивать, потому что мы выращиваем новых лидеров, мы выращиваем новых лидеров. Нам надо, чтобы эти люди попадали на те места, куда они хотят попасть. Если ты действительно хочешь попасть в Госдуму, значит, ты должна попасть в Госдуму. Если ты хочешь попасть в муниципальное образование, ты должна попасть в муниципальное образование. А если ты вообще хочешь ломить систему и на стяге революции оттуда вынести, значит, ты должна попасть к тем, кто эту систему ломает. Это определённая иерархия должна быть для того, чтобы человек чувствовал, что он не просто так крутит колесо, как белка. Потому что сейчас это всё происходит именно так. Сейчас мы все работаем, 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 а в итоге... Ты правильно сказала. Митинг один, митинг второй, митинг. На четвертом митинге ко мне стали подходить и говорить, Ален, извини, пожалуйста, а я сюда зачем пришел? Я говорю, что-то сюда пришел. Ну, что-то вот я пришел, а зачем я сюда пришел? Чтоб такого не было. В хвосту мы работаем уже полгода. Ну, Паша, Паша, а что, где, что добились? Да. Ну, сейчас будет 14 октября, который нам очень хорошо. Нам он очень хорошо. Очень будет выбор. Плюс я активно подзываю волонтерское движение, развиваю с точки зрения того, чтобы там рождались люди дела, там будут рождаться эти люди дела. А второе движение, которое я делаю, это не имеет отношения к волонтерству, это страна городов. Такое, как бы, городское, муниципальное движение, которое помогает им избираться конкретные муниципалитеты и менять законодательство муниципальное, а также менять ту пирамидку, которую я вам рассказала, почему мы уже даже выявили механизмы, где какие запросы и в каких регионах сделать, чтобы она поменялась. Налоги местные, там, акцизы, например, оставляли на уровне муниципалитета и региона. Тогда будет децентрализация, развитие, экономика и жизнь. Механизмы понятны, что каждый должен становиться на то место, на котором он хочет быть, если он хочет туда встать. А есть очень много, например, людей, ведомых, которые не хотят никуда встать, но они хотят присоединиться, что очень здорово. Я уж хочу с кем-то пойти, но не хочу быть лидером, очень многие так говорят. Но для таких людей лидер это не фамилия, а дело. Некое дело, которое мне органично. И для таких людей тоже надо понимать, и коллега таких людей, я имею в виду и нас с вами тоже, важно, чтобы был какой-то знак отличия. Мы в Крымске делали, просто делали ребятам значки «волонтер». Мы сделали эти значки, чтобы в какой-то, у меня там пояснилось, дикий хаос, раз в рот, а надо вести реестр. Но все-таки, ну мало ли, ну вот человек ушел разгребать завал, уехал там в станицу Нижнепокарской и пропал, например. Мы даже не знаем, был он у нас или не был. Мы стали вести реестр. И сделали эти значки «волонтер». Нам за этими значками стали приезжать все вокруг. Просто за значками, потому что классно идти, чтобы у тебя вот здесь было написано «волонтер». И вот это тоже понятно. Потому что когда что-то идешь, тебе нужен этот знак отличия. Чувствую при общении к каким-то великому, большому делу. Да, к большому, не к великому, а к большому делу. Да, именно к делу. Потому что там к словам, например, очень смешная история была. На последнем митинге плывал ряд людей, которые постояли в колонии с красными, потом постояли в колонии с либералами, потом постояли в колонии с зелеными, а потом в общегражданском движении. В конце концов, не надо было, наверное, нигде стоять, надо было посередине идти. Но это правда. Это история про нас с вами. Потому что я тоже периодически всем говорю, что очень большое количество людей хочет диалог, а не идеологию. Ведь я хочу жить хорошо, а при каком режиме я буду жить хорошо, очень большое количество людей не волнует. Я хочу жить хорошо. Будет это называться коммунизм, голубое небо, синяя вода, еще что-нибудь. Это не важно. Я хочу жить хорошо. Для многих людей идеология имеет значение. Для тех, кто имеет значение, они уже и так активно это изучают. Ну, ты определились, что их максимум 20% населения. Ну, масса, масса. Ну, и не только будут тревоги, которые будут влиять. Которые идут за идеологией. 20? Упаси Господь, их 5%, сейчас их 2%. И то 2% мы там сначала считали, чтобы это я гордо предуслашать. У нас целых 2%. Мы изменим Россию. На самом деле критическая масса 5%. Композиционных, вообще, в принципе, если идеологически... Ну, я буду говорить, что они голосуют чисто по убеждению. Ну, а допустим, то, что они будут коммунисты или коммунисты. Да, естественно, что они не оптимисты говорят. А, я поняла. Хорошо. Не знаю, сколько таких человек. Ну, вот, возможно, условно, вчера по цепи отправиться наобрану. Каждый пятый. То есть здесь каждый пятый из нас идеологический подков. Ну, то есть, возможно, наверное, здесь, наверное, больше процентов может быть. Возможно. Здесь как раз эти пятые собрались, наверное. Ну, нет, 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 нет. Вот, я сразу это отключиваюсь. Вот, я немножко, если можно, дать. Процент за 2%? Во-первых, такое небольшое лирическое соцепление. На самом деле здорово, появились какие-то значки, грамоты. По своему примеру знаем, в 2010 году, когда мы участвовали в Томборге, завал. Вот, я там создал, как он, например, был отряд боевой, мы там, где-то рады, в Кринске, вот. И меня, по-моему, это не забил, лично, полковник Коблик, в городе, в Кринске, в Кринске. Вот, я отрядил еще там, в Кринске, но это не стоит, в Кринске, но не было. Вот. И, как на самом деле, мне твоя сейчас грамота висит на стене. Ну, вот, в Кринске, вот. Приходит, где-то, спрашивает, что-то такое, мне приятно. Потому что я вот, в процессе участвовал, вот, понял, что такие вещи хорошо. Вот. В целом, я пока не особо активно что-то говорил вчера, сегодня и в целом, но я вот так вот смотрю там, по поводу, да, позиции, тех направлений движения, которые сейчас позиционируются, как это перспективно будет реализовываться. Очень близкие идеи во многих там смыслах. Когда я сюда ехал, у меня была довольно, и есть еще довольно сырая там, концепция, какая-то идея, чем я хочу заниматься. То есть, исходя из того, что я не так давно ходил в себя в движении, у меня сейчас рождается, там, понимание какой-то там программной длительности в тракте. То есть, я говорил, да, что для меня все-таки протестное движение, уличное, там, молодцы, но там, это не совсем моё, моё, это именно, кстати, какой-то поставки. Вот. У меня идея такая, может быть, отчасти, там, какая-то непродуманная еще, сырая, глобальная, но она, в частности, там, ну вот, все, что проговаривалось по отдельным моментам, да, вот прям по многому подходит. Вот. Исходя, он там рождался, исходя из разных тезисов, начиная от того, что на самом деле сейчас не хватает реальных дел, что с электоратом, опять же, к словам не очень хорошо, да, будет мелькать. Они, там, среди, опять же, оппозиционных, к слову, не нравятся, ну, я вам скажу, да, среди оппозиционных сил большой развад, я, там, наблюдаю, на воронческом уровне, когда начинается движение, там, против никеля, условно, да, вот, тут появляется какая-то женщина, которая возглавляет организационное движение, и на ничем очень начинается справляет. Ну, ладно, вы на нее тоже. Нет, ну, я, нет, я на нее ничего, я просто говорю про то, что существует такая вот, и, там, те, кто занимались раньше, говорят, как это так, вот, мы начинали, теперь она что-то тянет, давайте мы ее не позовем туда, и, там, так далее, и, там, вообще она, там, плохая. То есть, существуют, там, различные разногласия, вот, и у меня была, есть идея, просто она пока еще немного сырая, создание, именно такой вот, хоть, площадки, которая бы, во-первых, отвечала бы за коммуникации между теми структурами, которые идут в вашем направлении, во-вторых, занималась бы, конкретно, не митингами, не какими-то идеологическими, какими-то вещами, а конкретно, конструктивными, какими-то решениями, какие-то, там, вопросы, то есть, проектный подход исключительно, вот, куда бы входили, без исключения, я не говорю, членов любых партий направлений, вот, единственное, что, допустим, традиционирование, как этой площадке, никогда, там, не радикально, и не, там, долой, там, чего-то там, а именно за что-то, напротив чего-то за что-то, вот, да, то есть, грубо говоря, нужно, да, не ломать, а строить, вот, то есть, и, там, то есть, был хороший, вот, правильтур по поводу того, чтобы власть, вот, исходя из этого, у меня, допустим, там, в голове, там, какое-то, в общем-то знание есть, да, это гражданское правительство, там, воронежное гражданское правительство, там, еще какое-то, потому что, если вся структура государства, которые сейчас существуют, не выполняют, не соответствуют тем вопросам, которые в обществе, по сути, мы, как самообщество, вполне не вправо формируем, сами выполнять эти же функции, которые нам нужны, эти задачи решат, вот, и вполне можем формировать структуру, которая может заниматься аналогичными задачами, там, с какими-то органами государствами, но из-за исключения того, что у нас, наверняка, будут другие подходы и другие результаты, вот, поэтому, и суть в чем, да, та же задача политическая, и когда объединяется поле какое-то конструктивное, и, так, если, на самом деле, здесь приложить усилия, там, в том же плане, создание единого информационного поля, то есть, здесь нужно делать упор на то, что мы не стараемся, в данном случае, говорить о том, что кто-то плохой, там, что Путин вор и так далее, мы здесь просто говорим правду, говорим правду и делаем конструктивные дела. Это я... Стоять, это я тебе просто, ты говоришь, я тебя троллю. Я понимаю, да. Вот, значит, если, на самом деле, будет создано информационное поле, которое будет покреплено какой-то площадкой где-то в реальном проекте, в реальные дела, соответственно, информация и дела будут совпадать, это будет, априори, восприниматься их правдой, да, то, соответственно, этому информационному полю можно доверять. Вот, если это какая-то структурная, там, федеральная сетка информационных полей, то есть, допустим, что-то происходит, как они транслируются, вот, то, соответственно, это может стать вполне таким информационным источником, которое не только будет, там, думаю, восприниматься теми людьми, которые и так в позиционном движении, это будет восприниматься теми людьми, которые, вот, просто обычные люди, у них интересуют, там, обычные проблемы, они хотят что-то знать, что происходит на самом деле, и в том числе, да, именно с такой площадки может быть возможно, да, в дальнейшем, реально в движении каких-то новых видео, вот, потому что, во-первых, они формируются реально на реальных делах, вот, во-вторых, потому что, есть, да, такой момент с, сейчас вот, активно обсуждается с движением единых кандидатов на местных выборах, там, в дальнейшем на каких-то крупных выборах, вот, и договориться довольно сложно, то есть, я не знаю, как-то, где, да, на тренере Мороженской области я смотрю, что договориться довольно сложно, по многим причинам, кто-то я не доел на себя, кто-то, реально, допустим, конструктивно из себя ничего не представляет, но, однако, имеет определенный авторитет в виду, там, какой-то там, своей деятельности, вот, и сложно, сложно сомнить, да, вот, нет какого-то органа не возглавляющего, управляющего, вот, и, возможно, вот такая вот структура позволит в дальнейшем находиться, то есть, я могу говоря, именно она, чисто органически, чисто, абсолютно естественно, будет рождать видео, может быть, даже из тех, которые сейчас существуют видео, просто уже на основе каких-то реальных тем, на основе реальных площадок. Мы об этом и говорим. Да, я поэтому и говорю, что очень пересекаются, поэтому мне, как бы, интересно слушать и хочется говорить, потому что мысли много совпадают, вот, единственное, я говорю, да, у меня это довольно сыро, еще не оформлено в плане структурно, я не все моменты это сам представляю. Я отчасти ехал сюда с целью, чтобы, во-первых, эту деятельность вложить, вот, во-вторых, понять, насколько она актуальна, насколько актуальны все эти мысли, насколько, там, актуальна повестка, там... Ну, слушай, то, что ты сейчас говоришь, это очень теоретизировано, то есть, такая информационная площадка, ее предложила белая лента, еще в октябре месяце приходила Лена и сказала, что надо вот что-то такое делать, просто потому что это еще учет к выборам, просто будет суперэффективно. И, я, я, извините, я просто... Если надо объяснить электорату, с которым я работаю, конкретными делами, то это надо делать абсолютно практично. Например, прийти ко всем бабушкам-пенсионеркам с листовкой, как сократить тарифы ЖКХ в два раза, потому что они сокращаются в два раза очень простыми четырьмя шагами. Каждая бабушка, имея такую агитку, будет понимать, что ты, блин, ей конкретно сэкономил денег. Также ты на каждой... Например, ты можешь прийти к женщинам, беременным женщинам, объяснить им, как вести себя с роддомами. Ты должен... То есть, история, чего сейчас не делает никто, это не... Посмотрите, этот спер 10 миллиардов, этот 45, хотя это нужно, но это история другая. Ты должен давать людям инструкции, как выживать в данном конкретном случае, и присоединяться к чему-то другому. Прямо выживать в состоянии, присоединяться к чему-то другому. Именно оно, да. Вот. И я, наверное, на поводу белой ленты... Белой ленты, да, вот это предложение. Причем, мне кажется, здесь было, может быть, мало вероятно какому-то реальному результату, который... То есть, я в этом плане, которого занимаюсь. Потому что, во-первых, здесь четко позиционировано изначально. Если это создаёт белая лента, да, то понятны какие-то взгляды. И, соответственно, те, кто как-то не поддерживает, условно, выдвижение белой ленты, они не будут читать эту информацию, хотя она может быть и правдивой. Вот. Не будут воспринимать источники информации. Вот эта площадка, она не должна быть спозиционирована, как изначально яро-оппозиционно, и что это против. Эта площадка должна быть спозиционирована, как какая-то конструктивная площадка. Что это, что-то делать. Не нужно, что это левый фронт или там. Там могут быть из левого фронта, но если ты левый фронт, молодец. Потому что на стороне, друг другу, свои деятели сделают все свободно. В плане позиционирования, да. Площадка, да. Да. То здесь, но она практически враг в том числе выполняет. Это не просто социальная. Если мы про это говорим, то уже есть теоретические проблемы. На самом деле, вы знаете, тоже все говорят о том, что надо какую-то новую площадку создать. Ты просто возьми социальные сети, сделай приложение, условно говоря, на всю аудиторию. Потому что то, про что ты говоришь, это все-таки молодежная аудитория. То, чего сейчас реально очень не хватает, это конкретные люди. А конкретные люди, это все-таки рабочие, женщины с детьми. Вот, пожалуйста, путешествие на Уралвагонзавод. Вот почему никто не съездил? Я съездила еще до того, как господин Халманских стал полпредом в моем родном регионе. Я съездила, поговорила с людьми. Мне, конечно, легко, потому что я росла там и прекрасно знаю этих людей. Но если бы каждый приземлялся на такой уровень, понимал, тогда было бы... Я сейчас, на самом деле, просто очень так глобально все это обращаю. Я совсем не исключаю... Я, наоборот, говорю, что суть, как бы сама суть всего этого, должна быть именно, да, и на реальные компании. Ну, все-таки на региональные вещи. Потому что, как правило, ангаритного человека не особо интересуют, какие там повестки федеральные, что там, где-то произошло, там, ну, какие-то законодательства приняты, если оно не касается его личности. Весь идет о каких-то местных продуктах, вот, и речь, да, идет именно о каких-то каких-то темах, там, насущные, там, леные, там, тот же ПХ, те же там, те же там, детские, да, те же там семьи и так далее. То есть, просто, как бы, одно другое не исключает абсолютно здесь, как бы... Давайте, вот, товарищи, то же слово дадим. Да, такой вопрос, Калюня. Был сказано, на мой взгляд, правильно, горизонтальные структуры не работают. Но еще более правильно и то, что вертикальные структуры не работают. Да. Это нам показали все власти, там, от Николая до Путина. Вот что не работает больше. Давайте вот, вот что рассмотрим. Типичная горизонтальная структура, дорожное движение. Ну, хорошо ли, плохо ли, каждый из нас доезжает до того места, куда хочет попасть. И нам не нужен, там, начальник, чтобы нас направлять туда или сюда. Нужно, чтобы кто-то построил дорожную сеть, расставил светофоры, знаки, чтобы нам было удобно ездить. То есть, создал инфраструктуру. А дальнейшая структура вся горизонтальная. Но задумаемся, почему мы доезжаем. Потому что каждый из нас знает, куда он хочет попасть. Одно действие сделаем мы. Представим, выгоним сейчас всех на улицу и не скажем, куда им ехать. Это будет сразу ад. Понятно. Поэтому манипулировать людьми, говорить им, куда им идти, что им делать, бессмысленно заранее. И в этом, мне кажется, слабость партий. Любых, с любыми идеологиями, как бы мы к ним субъективно хорошо не относились. Левым, правым, там, либералам, националистам, как угодно. Вот, если кому-то, какому-то общественному движению, или партии нового типа, если хотите, удастся создать такую систему, Ну, вот, на примере с дорожным движением, в котором каждый человек себя бы нашел, он сказал, О, этот парень создал систему, в которой мне легко и удобно работать, я попадаю туда, куда мне надо легко и быстро. То это будет победа. Но это, разумеется, не на базе идеологии. Здесь большой практический вопрос. Как понять каждому человеку в своей голове, понять, чего он хочет. Вот, на мой взгляд, это огромная проблема в России. У нас, у нас человек очень часто не понимает, что он хочет. Правильно, поэтому ты... Вот, хотелось бы вот про это поговорить. Да, поговорим. И ответ на этот вопрос четко есть. Человек, который не знает, чего он хочет, присоединяется к тем, кто ему наиболее симпатичен. Это должно больше становиться известно практик... Это манипулирование людьми. Вот, я красивый там, я блондин там и все такое. Спасибо. Но это должно быть, вот, на этой стороне у тебя люди это делают, на этой стороне у тебя люди это делают. У тебя выбор, как в магазине ты можешь убирать любой товар. Люди ничего... Проблема в том, что люди устали от этого и от выбора. Вот, как вернуть людям желание, интерес, что ли, к жизни, если хотите? Сначала людям надо вернуть не желание к жизни, а доверие. Доверие у них есть к результату. Ну, нет другого рецепта. Но люди больше не верят словам. И люди больше там... Люди верят друг другу, когда они верят, что Вася работал, 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 что у Васи появилась машина. Чисто теоретически, если я буду работать, у меня тоже должна быть машина. Это логика. Просто я, с точки зрения конкретной совсем механики четкой, не скажу тебе, как это делать в большом масштабе. Но для меня понятно, например, агитация, результат, присоединение, движение. Вот тебе, пожалуйста. Если ты не знаешь, куда ехать, ну, это не совсем правильное сравнение с дорогой. Потому что на дороге работают правила дорожного движения, которые периодически кто-то не соблюдает и не сталкиваются. Ну, бывает. Поэтому куча смертей. Бывает. 32 тысячи смертей больше, чем у всех странах. И проблема как раз в этом. Если люди даже знают, куда они едут и сталкиваются, это разрушает саму альтернативу. Это проблема инфраструктуры. В странах с хорошей дорожной сетью аварий меньше. Вот и все. Потому что там управление не горизонтальное и вертикальное. Ну, не знаю. Я не знаю. Мне кажется, просто все усложняется. Нужно... Вот структура есть, да? Где люди там делают реальные дела. Там кто-то такие, кто-то такие. К ним, соответственно, их, ну, клиенты это я уж так грубо называю, да? В них верят, к ним присоединяются и понимают, что эти люди делают правильные дела. И потом, когда вот эта вот база, ну, вокруг, да, нас становится обширной, можно там хоть Кремль штурмовать, хоть на выборы с ней идти. Вот. И все же просто, на самом деле. Поэтому... Ну, об этом и говори. Поэтому... Только в организации. Давайте... Идем итог. Потому что у нас уже следующая группа ждет поступать. Здесь короба не уезжает. А может быть... Вот небольшой вопрос. Интересно. Вот ты говорил по поводу... Многие говорят создание новых площадок. Вот, да, в целом. Вот. По поводу вот этого чуть подробнее. Потому что, грубо говоря, да, условно говоря, в регионе, да? Я понимаю, что там сейчас ничего такого нет. Есть там, условно, Координационный совет, который состоит много из членов каких-либо не системных оппозиционных организаций. Вот. Но, по сути, роль этого никак не выполняет абсолютно. То есть, по сути, это такая некая дискуссионная площадка, на которой, опять же, в большинстве своем просто люди меряются там размером разных там органов и пытаются как-то что-то... Ну, вот. Мое вещество ощущение. Вот. И вот как ты относишься, в данном случае, к созданию новых? То есть, условно, да? У меня есть какая-то сейчас инициатива, есть какие-то идеи. Вот. Я хочу этим заниматься. Вот. Но так как, допустим, в регионе, на самом деле, вот так, без ничего появиться сложно, на самом деле, да? Вот, снова сказать. Поэтому, я, допустим, для себя держу решение. Это может быть корыстно, может быть, как угодно называете. Вот. А часть, может быть, я сюда, поэтому езжу. Потому что мне хочется понять, есть ли у меня поддержка, там, может быть, федеральная, не знаю, как угодно называть, «Скор creюска wah-то в ходе-то – но неразвенно advertised. е. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...